Всем привет, ребята, с вами Леон Хелд, и мы продолжаем наши приключения в городе Бравлера в Бравл Тауне. Так, ребятки, ну чё, сегодня делать, в принципе, ничего не нужно, поэтому я пойду сбегаю к Августу Спрауту и спрошу, чем будем заниматься сегодня. Чем-нибудь интересненьким, надеюсь. Так, тук-тук-тук, йоу, Август Спраут, здоровчики, вот ты, конечно, выбежал. О, Леон, я как раз собирался тебя искать. Ну, а я, получается, тут как тут. В последнее время произошло очень много событий, и к чему это ты клонишь? Я хочу взять отдых, да ладно, нифига себе, отдых, бог скорости и отдыхать, интересно, интересно. Но, как ты понимаешь, Олимп не может быть без бога скорости. Ты что, хочешь, чтобы я тебя заменил? Да ладно, обалдеть просто, что сегодня за день такой, праздник какой-то? Да, всё верно, заменишь меня. Конечно, ты ещё спрашиваешь, чё нужно делать? Ага, назначаю тебя богом скорости на 24 часа. Вау, круто-круто. Это, конечно, не на неделю, месяц и не на год, но 24 часа это тоже неплохо. Вспомню, как говорится, былое. Конечно же, я буду с тобой присматривать. Вот, конечно-конечно, это было бы кстати. Чего? Ты что, отдашь мне броню, которую я сделал для бога скорости? Моя броня, нифига себе, вернул её. Возвращаю твою, мою броню и оружие на 24 часа. Хм, да, наша общая с тобой броня. Чем ты обычно занимался, когда был богом скорости? Ну, вообще, на самом деле, ничем. Я просто тут тусовался, со всеми общался, там были разные сборы, кому-то помогал. Ну, не то, чтобы прям я был какой-то очень крутой бог скорости, помогал именно какой-то скоростью. Вот, там ходили в баньку и всё такое. Ну, в общем-то, ничем по факту. Нет-нет-нет, так не пойдёт. Вот, нифига себе, не пойдёт, а чё нужно делать тогда? Задача бога скорости заключается в том, чтобы помогать другим богам делать свою работу быстрее. Ааа, вот оно как. Слушай, а можно мне какой-нибудь примерчик хотя бы? Раз я уже переложил свои обязанности на тебя, это сделаешь ты. О, круто. Давай тогда. Рассказывай, чё нужно делать. Надеюсь, то, что я вольюсь и буду хорошим богом за эти 24 часа. Что такое? Куда ты смотришь? Туда, на дом Зевса Була? Видишь, летит Зевс Бул. Ну, слушай, пока не вижу. Где это он? Не вижу, не вижу. Ну, давай повыше подойдём. А, вон он, смотри. Да-да-да, вижу. Чё нужно делать? Выдаю ему скорость на пару секунд. А как я это сделаю? Ты чего? Я такого не умею. Сосредоточься и проговори это вслух. Хорошо, всё, сосредотачиваюсь и проговариваю вслух. Даю Зевсу Булу скорость на пару секунд. А где он там? А, вон, смотри-ка. Нифига себе. Полетел, полетел. Вау. Он так быстро это сделал. Капец. Ну, всё получается. У меня получилось. Теперь Зевс Бул долетит до своего места куда быстрее. И точно так же выполнит свою работу. А, вот оно чё. Всё, я теперь точно всё понял. Ты хорошо справился с этой задачей. Надеюсь, тебе стало понятно. Да, конечно. Оказывается, это куда проще, чем я думал. Не беспокойся, я буду тебя наводить. Хорошо, хорошо. Ой, Зевс Бул, в баньку пойдёте? Нет, Зевс Бул, пока в баньку не пойдём. Смотрите-ка, там Афина Беа чё-то бежит. Йо, Афина, чё такое? Плён, всё в порядке? Ну да, вроде как всё в порядке. А почему ты интересуешься? Просто ты ходишь в броне, на которой у меня не хватило времени для изучения. А, вот оно как. Слушай, ну если что-то будет не в порядке, я обязательно загляну к тебе и всё тебе расскажу. Хорошо, договорились. Ну всё, тогда прекрасно. Кстати, что такое? А где твой друг? Какой друг? А Гуспраут? Мортис? А, Мортис. Я не знаю, где-то тусуется рядом с Колизеем, общается с богами. Да, он говорит то, что ему тут очень даже интересно. А что такое? Понятненько. Чё это тебе понятненько? Ты не мог бы ему сказать, после того, как он освободится, чтобы он зашёл ко мне? Ладно, не буду спрашивать зачем. Хорошо, я ему это обязательно передам. Так, Агуспраут, слушай, а где Мортис? Ты его случайно не видел? Он мне нужен. Хорошо, понял. Я видел его с Посидоном. Может, они собрались на рыбалку? На рыбалку? А ты не хочешь на рыбалочку? Потому что Посидон Бо меня постоянно зовёт. Да и к тому же он на меня обиделся из-за того, что я не пошёл с ним на рыбалку. Отличная идея, это поможет расслабиться. Понял? Если вы собрались с ними, тогда удачного улова. Спасибо большое, Фенобиант. Ё-моё, нужно подниматься. Погодите, чё? У меня вернулась скорость. Да, офигенно. Как же круто быть богом скорости. Ты летать можешь. Да-да-да, я уже это понял. Ладно, ребятки, если ждали сегодняшнюю серию, то обязательно ставьте ваши лайки. Мне будет очень-очень приятно. А также можете подписаться на мой канал, если вы ещё не подписаны. Потому что в последнее время вы подписываетесь что-то очень-очень плохо. К тому же меня смотрят практически 50% без подписки. И это очень-очень грустно. На, поэтому подписывайтесь на мой канал, нажимайте на красную кнопку подписаться. И вступайте в ряды серых кнопочки. Так, ну чё, полетели к Посейдону Бу. Надеюсь, то, что они дома. Так, опа, сваливаемся вот сюда. Блин, как же это круто летать. Да уж, я даже немножко отвык. Так, Август Праут. Лён, ты где там был? Я уже даже добежать смог. Ну, дружище, я ещё пока не привык, да. Ребят, ребята, здорово, чё тут делаете? О, Лён, у тебя новая броня? Нет, ты чего, это не новая броня. Когда я был богом скорости, у меня была эта броня. Да, я, получается, её получил с помощью того, что проходил разные испытания и всё такое. Стоп, что такое? А, точно, это же та броня, в которой ты бегал, когда был богом скорости. Да-да-да, всё верно. Да, получилось так, что Август Праут решил немножко отдохнуть и возложил на меня обязанности бога скорости. Ууу, поздравляю. Спасибо, спасибо. Ребята, чё собрались делать? Давайте рассказывайте. Собрались с Посейдоном Бон и рыбалку. О, ребята, ну так мы с вами. Я думаю, то, что вы против не будете. Вау, Лён, я не ожидал от тебя такого. Это почему это? Я уже думал, что мы никогда с тобой не сходим на рыбалку. О, ну блин. Хм, смотри, были же дела. Всё-таки этот охреман Бо, а сейчас уже всё в порядке. Можем расслабиться. Да и к тому же Август Праут говорит, что это классная идея. Да, мы хотим расслабиться, порыбачить. Ну хорошо, дайте мне пару секунд, чтобы подготовиться. Понял, принял. Ладненько, давай тогда иди поотготавливайся. Нужно подготовиться, взять удочки и прочую атрибутику. Понял, понял, хорошо, мы тебя подождём. В общем, Мортис, Афина Беа хотела тебя видеть, представляешь? Не знаю зачем, но она сказала, как ты освободишься. Ты бы заглянул к ней. Странно. Походу она в тебя втюрилась. Да, вот так вот. Видимо, как-то к тебе присмотрелась. О чём говорите? Да так, ни о чём. Я говорю то, что Афина Беа хотела видеть Мортиса у себя после того, как мы сходим на рыбалочку. А ещё она желала удачного улова. Посейдон, Посейдон, а ты где там? Август Праут теперь слабак? Не-не-не, мне кажется, нифига не слабак. Готово. А, ну всё, тогда отправляемся на рыбалочку. Куда пойдём? Ты говорил вроде чё-то про очень-очень крутое какое-то место красивое. Туда? Нет, к сожалению, оно сегодня закрыто. А, блин, печально. А куда тогда пойдём? Пойдём туда, где ты меня мирил с Девсом Булом. А, да, там тоже красивое местечко. Погнали туда. Почему бы, собственно говоря, и нет? Помнишь? Да, конечно, помню. О, в баньку? Всё же собрались. Нет-нет-нет, Девс Бул. Не в баньку. Мы идём на рыбалочку. Рыбалка. Что может быть ещё скучнее? Рыбалка это что-то поинтереснее, чем просто сидеть в баньке. У меня замедление. Какое замедление? Подожди-ка, не понимаю. Чё за замедление? Ну смотри, я могу тебе даровать скорость. Да, всё-таки меня Август Праут научил всяким таким штукоином. Прошло странно. А, ну ладно, всё. Работать не придётся. Давайте, ребята, бежим быстрее в то местечко. Я помню, где она находится. Она находится вот на той вот горе. Так, всё, давайте погнали туда. Красавчики, крутые. А как же я? Ё-моё, Мортис, я могу выдать тебе скорость. Только давай подготовимся. Ты где там? Просто я ещё не особо умею это делать. Смотри, давай, вставай сюда на мост. Я сейчас сосредотачиваюсь и, получается, проговариваю. Ну что, Мортис, я выдаю тебе скорость на пару секунд. Ух, нифига, смотрите, улетел просто. А у меня неплохо так получается. Да, раньше я таким, конечно, не занимался. Но всё-таки, блин, не было никакого примера. Августа Спраута не было. Поэтому нифига не знал то, что так можно. Мортис, давай сюда спускайся. Слышишь, давай, иди на голос. Мы тут в самом низу. Получается, иди по красному мостику и сваливайся сюда. А где Мортис? Августа Спраут, ты можешь его привезти? А, вот это ты, конечно, десантник. Нифига себе. Всё, идём сюда. Ребята, представляю вашему вниманию. Супер красивое место на Олимпе. Да, вы только посмотрите, как красиво. Такой прудик. Всё такое красивенькое. Зелёненькое. А, кстати, ты мне не выдал удочку. Всё, спасибо большое. Удочка. Нифига себе, какая ты крутая. Ну что, давайте тогда рыбачить, ребята. Я, наверное, встану где-нибудь вот тут. Ребята, только давайте не толпимся. Нужно каждый, чтобы выбрал себе место. А то всё-таки, чё, мы будем одну и ту же рыбу ловить? Это неправильно. Это странно. Так, ну чё, давайте. Будем ждать. Как же я давно не рыбачил. Уж и не помню, когда в последний раз это было. Это так скучно. Мортир, так ты же сам пошёл к Посейдону Бон и захотел рыбачить. И сейчас говоришь то, что скучно. Не, нормально. Наоборот, прикольно. Да, конечно. А в Госпраут говорит совсем другое. Но, наверное, очень давно в последний раз рыбачил. Не кричите, а то рыбу испугаете. Понял, понял. Всё, говорим по-тихому. Но вот, когда у тебя клюнет огромная рыба, сразу настроение поднимается. Да, Мортир, это ты правильно говоришь. Всё-таки, это и есть фишка рыбалки. Было бы быстрее, эх, да. Было бы быстрее. Но чё-то пока вообще не клюёт. Не знаю, может быть это потому, что я разговариваю. А может быть и нет. Но я вроде как уже и так шёпотом говорю. Да уж, ребята, чё-то такое себе вообще не клюёт. Мы сколько уже тут? Где-то около часа. А, нифига себе, смотрите, чё-то тут есть. Это чё такое? Сегодня плохой улов? Да, плохой улов. А, ребята, это что такое? Волшебная какая-то лампа? Чё? Это как такое возможно? Посейдон Бо? Август Праут? Откуда здесь это? Это что такое? Не знаю. Вот, смотрите. Вау. Волшебная золотая лампа. И чё она делает, интересно? Эй, тут кто-нибудь есть? Вообще, насколько я слышал, в такой лампе живут какие-нибудь там джины. Фига, прикольно. Не, выловил я, это моё. Ну-ка, Август Праут, отдай, отдай, отдай. Она какая-то грязная. Ну, можно её почистить. Сейчас почищу. Так, ребята, нужно её как-то изучить. Чё-то я и не думал, что наша рыбалка закончится вот этим. А где-то, Мортис? Я ушёл, пойду к богине. А, давай, давай, Мортис. Обалдеть просто, ребята, вы только посмотрите. Это золотая лампа. Посидон Бо, вообще такое возможно? Я выловил на Олимпе золотую лампу. Это ж вообще, по-моему, из другого. Нет? Она грязная. И чё, её помыть надо? Ну вот, Август Праут, на, помой. Вообще, можете посмотреть на неё, потому что я фиг знаю, чё с ней делать. И чё, вот она есть. Просто её кому-нибудь продать, она ж золотая. Ребята, есть какие-нибудь идеи, для чего это нужна лампа? Выкинуть? Нет, и чего? Я её могу взять просто как трофей, допустим. Прикольно. Да, рыбу сегодня не поймал, но поймал какую-то штуковину непонятную. Ладно, ребята, я думаю тоже, что на этом серию можно закончить. Да уж, вот, конечно, вышла рыбалочка. Будем изучать эту лампу и надеяться, что в ней что-то интересненькое есть. Вот, ребята, ставьте ваши лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы всегда быть первыми. А также можете писать ваше предположение, для чего это нужна лампа, внизу в комментариях. Ну, а с вами был Лёнчик, и всем удачи всем, пока-пока, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok